Всем привет! Сегодня я поговорю о выборе между Canon R8 и Canon R10. Причем я это видео, честно вам скажу, не думал делать, потому что эти камеры сильно отличаются по стоимости. Canon R10 стоит 1000 долларов, Canon R8 стоит 1500 долларов. Они отличаются по цене в полтора раза. Я неоднократно видел этот вопрос в комментариях, люди просили сравнить, что же выбрать, то есть стоит ли доплачивать за Canon R8, чем он отличается от Canon R10. И так как эти комментарии повторялись, разные люди просили, то сегодня я как раз об этом и поговорю. И забегая наперед, я вам скажу, что в общем-то, конечно же, R8, конечно же, камера полнокадровая, которая дороже, лучше практически во всем. Но в сегодняшнем видео я вам объясню, за что эта переплата как раз происходит, за что нужно доплатить еще сверху 500 долларов. Но прежде чем мы перейдем к этому сравнению, напомню, что у меня есть телеграм-канал с анонсами новых роликов на YouTube и плюс другой дополнительной информации. Поэтому подписывайтесь, я ссылочку показываю на экране и оставлю в описании. И да, я думаю, у кого-то возник вопрос, а что это на фоне? А на фоне розовый слон. Да, тот самый. Почему? Потому что так надо. И второе важное объявление касательно телеграма. Помимо канала с анонсами, еще есть чат для спонсоров канала, где можно обсудить технику, вопросы съемки, фото, видео. Я отвечаю на вопросы, честно говоря, не всегда успеваю отвечать на комментарии. В группе можно получить оперативный ответ, как от меня, так и от других участников группы. Смотрите в описании, как можно подписаться. Ну и само собой, для спонсоров, помимо чата, в телеграме есть еще очень много дополнительного контента. Тоже смотрите, как подписаться. Ну а теперь давайте перейдем к нашему сравнению. Что объединяет эти камеры? Это очень похожие габариты. И та, и та камера очень компактная. Canon R8 весит 461 грамм, R10 426 и в общем-то 40 грамм разница, грубо говоря, то же самое. Но при этом Canon R8 это полный кадр. Но есть некоторые отличия по корпусу. Если мы посмотрим сзади, то у Canon R10 есть вожделенный джойстик, у Canon R8 нет джойстика. И знаете, по поводу джойстика, его отсутствие будет критичным для людей, которые привыкли снимать на старые зеркалки, где он всегда был под большим пальцем, можно удобно менять точку фокусировки. Хотя я лично на 5D Mark III двигал точку фокусировки колесиками, мне было так удобнее. Но так или иначе, джойстик это дополнительный элемент управления и хорошо, когда он есть. Так вот, у Canon R8 его забрали, потому что Canon R8 это копия Canon RP по корпусу. А Canon R10 здесь дизайн новый, она чем-то похожа из старых моделей на Canon M50, но все же эта камера удобно лежит в руках. Опять же, у меня есть обзор на Canon R10, можете посмотреть на канале. У R10 удобная рукоятка, в общем-то у R8 тоже, потому что когда мы говорим о таких компактных камерах, на самом деле это важно, чтобы была рукоятка. Потому что всегда идет такой баланс, знаете, бывают камеры слишком маленькие, слишком компактные, их уже неудобно держать в руках. Особенно, если возьмете какой-то объектив, даже небольшой, но хотя бы средний, то обе эти камеры по части удобства с ними все хорошо. Плюс на них можно докупать увеличители рукоятки, не батарейный блок, батарейного блока нет ни туда, ни туда. Но именно увеличение, если у вас, допустим, будет провисать мизинчик, то на AliExpress можно докупить снизу такую площадочку. И это действительно помогает. Я могу сказать по опыту Fujifilm XS10, где похожая рукоятка, тоже компактный корпус. То есть, если у вас какой-то большой объектив, вот с такой вот камерой, докупаете маленькую площадочку. Кстати, специально могу в описании оставить ссылочки на AliExpress. Они недорого стоят, но по части эргономики, вот реально, ну плюс, я не помню сколько, но недорого. И таким образом хват можно еще улучшить. Что касается верхней панели управления, то здесь есть небольшое преимущество у Canon R8, потому что есть дополнительный переключатель фото-видео, которого, кстати, не было у Canon RP. А у Canon R10 переключение фото-видео происходит на основном диске режимов, то есть нужно прокрутить на режим видео. Управление у R8 по части переключения фото-видео, конечно же, лучше. Я вам скажу, что даже на моей Canon R5 нет такого рычажка, то есть это фишка более новых камер, уже начиная с 2022 года, когда они добавили именно отдельный переключатель. Что еще можно увидеть сверху? У обеих камер новый мульти-башмак, то есть на него можно ставить новые вспышки Canon. С новым типом подключения. Но в то же время и старые вспышки на обеих камерах будут полноценно работать без дополнительных адаптеров, как это происходит на Canon R50. У Canon R8 можно заметить сверху, там где у R10 находится джойстик, а у Canon R8 здесь находится такое углубление, чтобы было удобнее отворачивать поворотный экран. У Canon R10 вы экранчик можете поддеть только снизу. Там тоже есть углубление снизу возле колеса управления. Но у R8 откидывать экранчик удобнее, это можно делать как сверху, так и снизу. Но в целом, что касается эргономики, эти камеры очень похожи и видоискатель у них с похожим разрешением. Причем, что касается видоискателя, хочу уточнить, у Canon R8 его разрешение 2 с чем-то миллионов точек, то есть не такое крутое, как у Canon R6. И Canon R6 лучше не только по корпусу, но и по управлению. Опять же, про R6 сегодня не говорим, эта камера дороже, у меня уже были другие видео с ее участием. Но если сравнивать R8 и R10, видоискатели у них сопоставимы. Но в то же время, чем отличаются видоискатели у этих камер? У Canon R8 коэффициент приближения видоискателя 0.7, и это очень немного. Это означает, что когда вы смотрите видоискатель, он маленький, то есть у вас вокруг много черного пространства. У Canon R10 с этим хитро, потому что на сайте Canon заявлен коэффициент 0.95, но этот коэффициент пересчитывается с учетом кропа, и по факту в эквиваленте он 0.59x, то есть он еще меньше, чем у Canon R10. Но в общем-то, и там, и там видоискатель именно по комфорту не такой, как у старших камер. Старшие камеры, это, например, Canon R, Canon R6, само собой R5 и так далее. И, кстати, R7 в том числе, там тоже больше видоискатель, он более комфортный. В то же время, можно на него снимать, это не видоискатели от Sony, в любом случае лучше, чем у Sony. Но относительно линейки фотоаппаратов Canon, R10 и R8 видоискатели не топовые, это надо иметь в виду. Что касается экрана, и там это 3 дюйма, но у Canon R8 разрешение 1.620.000 точек, у Canon R10 миллион точек. Не могу сказать, что это принципиально, но у Canon R8 по экрану есть небольшое преимущество. То есть, в общем и целом, с точки зрения того, что вы будете держать в руках, эти камеры очень похожи. Легкие, компактные, но по экрану и видоискателю не самые крутые. Самое большое отличие, естественно, в сенсоре. И у Canon R8, такой же сенсор, как у Canon R6 Mark II, я вам скажу, что этот сенсор один из топовых. Причем не только среди Canon, но и, в принципе, среди всего, что есть на рынке. То есть, лучше по динамическому диапазону и по уровню шумов. Блин, Олегас, ну это же вообще нифига не смешно. Блин, ну серьезно. Только у Sony лучшие шумы, лучший динамический диапазон. Ты что, вообще, додик, нет камеры круче, чем семерочка, а 7.4, блин, ну как? И мы сейчас перейдем на специальный сайт Photon to Photos, и я вам сейчас покажу, что я имею в виду. Ну все же говорят, что только у Sony бесшумно на высоких ISO. На высоких ISO только на Sony снимают. Другие камеры, ну не могут снимать, как Sony. Вот у меня сейчас открыт этот сайт. Начнем с графика шумов. Вот у нас Canon R10, добавляем сюда Canon R8, и видим, что отличаются они очень даже сильно. То есть, естественно, R8 будет шуметь меньше. Как читать эти графики? Чем ниже находится линия, тем ниже уровень шумов. Дальше с повышением ISO, естественно, уровень шумов растет. Но здесь видно, что они отличаются на любых значениях ISO. Причем, если на базовых разница где-то в один стоп по шумам, то при повышении ISO, то есть уже начиная с ISO 800, разница между ними где-то в два стопа. То есть, полный кадр на высоких ISO, конечно же, дает преимущество. Причем, повторюсь, матрица R8 – это одна из лучших матриц на рынке. То есть, это круто, что вы за 1500 получаете матрицу, которая по своим свойствам не уступает, допустим, всеми нам любимой Sony A7-4. Сейчас я вам покажу. Вот здесь у нас Sony A7 Mark IV. И она не то, что уступает, а даже на высоких ISO, а мы знаем, что все шедевры снимаются только на высоких ISO, то есть, примерно начиная с 1600, на Canon R8 у вас картинка будет чуть-чуть чище. Блин, да ты пиздец, да это все неправда. Только Sony может снимать, другие не могут снимать. Естественно, Canon R10 сильно уступает обеим камерам. На базовом ISO, кстати, 100 – то же самое, что Sony, что Canon. А вот дальше, ну, вы видите разницу. А то, что не будем рассказывать, что у них самые крутые матрицы, и что только они снимают на высоких ISO. Ну, босса, послушай, он же говорит, он же говорит, что только Сонечки надо брать, чтобы на высоких ISO в лоулайте хуя**ть. Напомню, что разница между Sony A7-4 и Canon R8 в 1000 долларов. И вот, что вы получите по шумам на высоких ISO. То есть, допустим, на ISO 6400 Canon R8 примерно на полстопа чище будет давать картинку. Блин, да ты пиздец, да это все неправда. И вообще, почему я с жопой слона сижу? Это дискриминация. Примеры фото на высоких ISO можно посмотреть на сайте DPReview. Там были графики, а здесь примеры фото. И давайте сравним Canon R10, Canon R8. И внизу, так, для сравнения, кстати, с одинаковым разрешением, кроп Canon R7 и наша любимая Sony A7-4. И смотрите, на базовом ISO, если вы будете снимать, допустим, в студии, что видно? Ну, у полного кадра, вот справа R8, выше микродетализация, микроконтраст, потому что я хочу обратить ваше внимание на крупность, с которой мы это рассматриваем. То есть, здесь приближение, это даже больше, чем 100%. Это очень близкое приближение, вот то, что мы сейчас видим. И вот, посмотрите, полный кадр справа R8, картинка более контрастная. На R10 она такая чуть-чуть более блеклая, но, опять же, это если вот высматривать пиксели, то, что мы делаем сейчас. Если вы просто будете смотреть фотографии, это не будет бросаться в глаза. Просто об этом предупреждаю. Но сейчас мы будем поднимать это самое ISO и будем смотреть, что будет происходить. Но вот даже в исходнике, смотрите, ISO 100. 33 мегапикселя на R7, конечно же, на полном кадре, те же самые 33 мегапикселя выглядят чуть-чуть посочнее, вот, на Sony, наши любимые. Но на R8 картинка тоже очень сочная, очень, ну, вот, 24 мегапикселя там супер честная. Давайте посмотрим, что происходит при повышении ISO. Ставим ISO 800 и, конечно же, на кропе шумы становятся в тенях более заметные, но все равно при таком приближении вы не будете смотреть на эти фотографии. Опять же, я снимал на R10, ISO 800 там незаметно, что оно прям шумное. То есть, если вот так вот приближать, то в тенях что-то там видно. В светлых участках, в общем-то, то же самое, что и на ISO 100. Давайте сразу поднимемся до ISO 3200. И вот здесь вот, на ISO 3200, сразу же заметно, что слева у нас кроп, справа у нас полный кадр. Если картинку приблизить, то видно, что шума больше цветного в тенях, и, в принципе, этого шума больше. Но присмотритесь, вот сверху Canon R8 и снизу солнечко, и видно, что на R8 шумов меньше. Опять же, у R8 меньше разрешения, на 7.4 больше разрешения, это тоже сказывается. Но, так или иначе, сенсор R8 очень крутой по шумам. Снизу у нас типа топовый полный кадр, как считаются они бои, но у R8 шумов объективно меньше. И картинка очень чистая будет, 3200 там вообще не вопрос. Для R10 ISO 3200 оно пограничное. Если мы задерем ISO, ну, допустим, до неадекватного значения, потому что на 12800 ни на какую камеру не надо снимать. Это нездоровая история. Но мы слева видим кроп, что здесь очень сильный цветной шум, и справа полный кадр, этот цветной шум совсем не так выражен. И при этом, даже вот если уже посмотреть на картинку в светлых участках, то здесь видна сильная потеря детализации на кропе. А вот на R8 детализация сохраняется. И здесь шумы, вот видите, на монетке этой появляются шумы. На полном кадре, конечно, история повеселее. Ну, опять же, если вам надо снимать на ISO 12800, что, в общем-то, знаете, если возьмете объектив даже с 1.8, не надо 1.2. Уже с 1.8 такие ситуации, что вам надо было вот так задрать ISO, будут очень-очень редкими. То есть, вот это значение, это уже сильный перебор. Но, в общем-то, на всех значениях ISO можно увидеть, что у R8 шумов меньше. В общем-то, то, что я показывал выше. То есть, видно, что у Sony, вот посмотрите, снизу Sony шума больше. То есть, он более выражен, больше проблем с светом, несмотря на то, что и то, и то полный кадр. Но, что касается рабочих ISO, я вам сейчас просто ради интереса покажу относительно старых камер Canon. Допустим, мы возьмем Canon 5D, самый первый. И мы увидим, что это, в общем-то, ну, так себе история, потому что на базовых ISO он шумит точно так же, как и Canon R10. Нюанс по поводу шумности матриц. Насколько можно снимать на какой-то фотик в темноте? Конечно же, он зависит от того, сколько у вас мегапикселей. То есть, чем больше мегапикселей, тем больше шумности появляется. Но год выпуска камеры тоже очень важен. И то, что я вам сейчас показываю на графике, вот здесь вот, мы видим, что старый полный кадр на базовом ISO более шумный, чем новый полный кадр. Причем у Canon R8 значительно больше мегапикселей, чем у первого 5D. Но, тем не менее, эта камера менее шумная, причем на всех значениях ISO. Между Canon 5D и Canon R8, так на секундочку, 18 лет разницы. То есть, 2005 год и 2023 год. И вот так отличаются матрицы. То есть, стало и больше мегапикселей, и матрица менее шумная. Но это радикальный такой пример. Если мы возьмем, допустим, 5D Mark II, то эта камера по шумам даже на высоких ISO сопоставима с Canon R10. Вот такой вот нюанс, как кропы шагнули по технологиям вперед за многие годы. Причем на базовом ISO 100 5D Mark II значительно более шумный, чем Canon R10. То есть, просто чтобы вы понимали, что когда вы покупаете новый кроп от Canon, Canon R10, то матрица там очень даже неплохая. И она менее шумная, чем даже старые полные кадры. Но 5D Mark II тоже очень старая камера. Давайте сравним с 5D Mark III ради интереса. И 5D Mark III чуть лучше ведет себя на высоких ISO. Если вы будете снимать начинку ISO 1600, то Mark III будет давать более чистую картинку. Но до базовых ISO нельзя сказать, что он лучше. На самом базовом ISO он тоже хуже, чем Canon R10. Если мы возьмем 5D Mark IV 2016 года, то здесь уже, конечно, не так все однозначно. Но все равно, обратите внимание, 5D Mark IV находится между новым кропом и новым полным кадром. По части того, как будут шуметь ваши фотографии. Но надо иметь в виду, что у 5D Mark IV 30 Мп, а у этих камер по 24 Мп. Если мы возьмем Canon R, то мы увидим то же самое. Но что мы видим на этом графике, что Canon R8 менее шумная камера. То есть, если вы планируете снимать на ISO, допустим, 3200, то картинка на R8 будет более чистая, чем на Canon R. Ну и, само собой, чем на Canon R10. Это был график, касающийся шумности фотографии. Но давайте посмотрим на динамический диапазон, сравним эти камеры. На этом графике, чем ниже находится линия, тем хуже. То есть, у нас на оси Y количество ступеней динамического диапазона. Чем меньше у нас значение, тем меньше динамического диапазона. Поэтому, чем выше линия, тем лучше. И здесь видно, что Canon R8, конечно же, лучше, чем кроп. И соотношение примерно такое же, как и с шумностью. То есть, на базовом ISO где-то стоп динамического диапазона. Когда мы повышаем ISO, то здесь, ну, тоже примерно полтора, может быть, два стопа. Почти два стопа разница получается. Если вы будете снимать, начиная уже с ISO 400. Уже разница. Причем, знаете, такой интересный скачок у R8. Как будто бы здесь какое-то двойное неофициальное ISO, потому что на ISO 300 у нас меньше динамический диапазон, чем на ISO 400. Но давайте сравним с другими камерами. Например, возьмем, опять же, нашу любимую Sony A7 IV, где все по-другому. Там вообще, это же камера, которая всех унижает. Нет ничего лучше в мире. Но давайте посмотрим, так ли это. Только у Sony лучшие шумы, лучший динамический диапазон. Ты что, вообще, додик? Нет камеры круче, чем семерочка A7 IV, б***ь, ну как? Включаем Sony A7 IV, и мы видим, что по динамическому диапазону это практически копия Canon R8. Опять же, второй раз напомню, R8 стоит на 1000 долларов дешевле. То же самое по динамическому диапазону. К сожалению, на этом сайте нет информации по сжатым RAW на Sony. А у Sony, напомню, если вы хотите снимать сериями, то это нужно делать в сжатом RAW, только тогда у вас будет максимальная скорость. Динамический диапазон там сильно упадет. Но я вам могу показать, как это происходит на R6 Mark II, где та же самая матрица, что и на Canon R8. Если вы будете снимать на электронном затворе, вот здесь вот есть график, о чем я говорил, электронный затвор режет динамический диапазон. И на Nikon Z8, на Z9, где механики вообще нет, то есть динамический диапазон там будет ниже. Если включить принудительно на R6 Mark II или на R8 электронный затвор, то на базовом ISO эта штука будет давать меньше динамического диапазона, даже чем Canon R10. Потом при повышении ISO, но начиная с 3200, она уже снимает примерно так же, как и на механике. Но если вы будете снимать в солнечную погоду, там где вам не нужны ISO 3200, то есть как раз вот на диапазоне там от 100 до 800, то на электронном затворе на полном кадре вы получаете тот же динамический диапазон, что и на кроп-камере на механическом затворе. И кстати на R8 и на R6 Mark II можно снимать в кропе. Если эти камеры переключить в кроп, то вы получите примерно то же самое, что и вам дает кроп-камера. Ну и по динамическому диапазону и по шумам тоже. Просто плюс полного кадра в том, что вы одновременно в одной и той же камере имеете и полный кадр, и кроп, и на фото, и на видео. И это на самом деле с точки зрения удобства, это прям реально очень круто и в плане удобства, и в плане выбора оптики. Потому что когда вы используете полнокадровый объектив на том же Canon R8, то вы его можете переключить в кроп-режим и получить дополнительное приближение. Причем если на фото, конечно же, будет потеря качества, это будет заметно, то при видеосъемке, как правило, это даже не бросается в глаза. Это просто добавляет вам комфорта при использовании. То есть это еще плюс в сторону Canon R8, что у вас по сути в одной тушке сразу и кроп, и полный кадр. То есть это можно переключать в менюшке. У Canon R10 включить кроп можно только в режиме 4K60. Тогда у вас видео станет дополнительным кропом. Но, естественно, это не так удобно, как на R8, где вы можете снимать видео, допустим, 4K25, полный кадр и переключить его 4K25 в кроп-режим. Кстати, давайте ради интереса посмотрим относительно Canon R7 по динамическому диапазону. Ну, кстати, на этом графике Canon R7 практически совпадает с R10, то есть чуть-чуть лучше, но по сути то же самое. И покажу еще один пример, который касается старых камер. Мы сейчас добавим на этот график Canon 6D Mark II, и мы увидим, что на базовых ISO он, опять же, хуже, чем Canon R10 по динамическому диапазону. Вот такая вот грусть-печаль. Но он начинает себя вести как полный кадр, начиная примерно с ISO 2500, а на базовых ISO динамический диапазон там совсем не поражает. То есть я еще раз хочу напомнить, что R10 не такая уж плохая штука, тем более, что видео она снимает гораздо лучше, чем 6D Mark II. Я вам сейчас покажу один прикол, от которого у Sony Boyer будет очень сильно подгорать. Бля, да ты пиздец, да это все неправда. Но надо уточнить, что вот то, что я вам показываю, это касается фотосъемки, не видео. Так вот, есть такая недокамера, как Sony ZV1, которая перегревается на видео примерно минут через 20 в любом режиме. Внимание, барабанная дробь. Когда мы ее добавим на этот график, то мы увидим, что на фоторежиме по динамическому диапазону жестко сливает Canon R10. То есть эта штука по динамическому диапазону хуже, чем кроп от Canon. Причем, очевидно, хуже и на всех ISO, что поразительно. Потому что ZV1 это полный кадр, так между прочим. Но знаете, почему это происходит? Потому что там нет механического затвора. Потому что вот этот вот результат, это при фотосъемке на полный кадр Sony с электронным затвором. Вот почему у нас такой низкий динамический диапазон. Кстати, мне любопытно, есть ли там сжатые RAV, потому что если и сжатый RAV 12-битный электронный затвор, по DD упадет до уровня микро. Но вернемся к нашим баранам, давайте посмотрим общие параметры. Canon R8 была выпущена в 2023 году, Canon R10 была выпущена в 2022 году. Год разницы это не что, это по сути одни и те же технологии. Есть нюанс по скорости съемки. Дело в том, что Canon R8 фотографирует со скоростью 6 FPS на механическом затворе, или же 20 или 40 FPS на электронном. Причем про 20 не пишут, всюду пишут только максимальное количество электронной, и 40 FPS это явно перебор. Кстати, там есть нюанс, о котором я, кстати, не говорил про R6 Mach 2, про R8, что 40 это только в шпек формате. Если вы снимаете в RAV, то там только 30 FPS. О ужас, аж 30. Canon R10 умеет снимать 15 кадров в секунду на механике, то есть значительно больше на механике, и 23 FPS на электронном затворе. Напомню еще раз, когда вы снимаете на электронном затворе, допустим на Canon R8, то у вас динамический диапазон будет примерно как у Canon R10. А для спортивной съемки это важно, если вам нужно подтянуть какие-то фотографии, о чем я, кстати, говорил в своем недавнем видео про камеру для спортивной фотографии при небольшом бюджете. Если кто-то не видел, смотрите крутейшее видео. Но, что касается спортивной фотографии, обе эти камеры, ну, не идеальный вариант, в том видео я тоже об этом говорил, по нескольким причинам. Сюда стоит отнести и не самый топовый видоискатель, что важно, потому что спорт снимается по видоискателю, а не по экранчику. И плюс есть нюансы с буфером, потому что у Canon R8 при съемке в RAV буфер около 100 кадров. В принципе, если снимать 6 кадров в секунду, то это вас практически не ограничивает. Можно снимать долго. Но 6 кадров в секунду мало для спорта. 20 кадров в секунду – это, конечно, отлично, но, честно говоря, перебор и плюс на электронном затворе. Если вы будете снимать со скоростью 20 кадров в секунду, то у вас серия на R8 будет примерно 5 секунд, что немного. На R10 серия тоже короткая и тоже маленький буфер. Поэтому эти камеры обе порезаны в плане спорта. То есть, для сравнения, у Canon R6 Mark II, если снимать в RAV, то серия около 400 кадров. И 400 кадров уже даже при 20 кадров в секунду вы можете 20 секунд снимать. Это реально долго. В общем-то, спорт можно снимать и на R8, и на R10. Тем более, что автофокус Dual Pixel 2-го поколения с этим отлично. Но ура справляется. Там только вопрос в том, как вы им будете управлять. На полном автомате не все снимается. Нужно иногда переключаться на центральную точку. Просто тут зависит от характера использования, насколько часто вы этот спорт хотите снимать. Если нужно время от времени иногда сфоткать свою собаку, как она летит в прыжке, это можно сделать и на одну, и на другую камеру. Но если вы планируете регулярно снимать какие-то соревнования, если у вас как-то ваша деятельность с этим связана, потому что у меня было несколько консультаций подряд, когда мне люди рассказывали, что они постоянно фотографируют где-то в одних условиях, один в помещении, один на улице. Но так или иначе, у них спорт – это основной тип съемок. То, как основная камера для спорта, ни R8, ни R10 – это не лучший вариант. Но время от времени чуть-чуть подснять, конечно, можно и на одну, и на другую. Далее, что касается характеристик. Смотрите, и то, и то снимает 4K, но у Canon R8 спецификация, конечно, круче, потому что здесь 4K до 60 FPS без кропа, а в Full HD R8 умеет снимать 180 кадров в секунду, причем чистые, там хорошие 180 кадров в секунду. Canon R10 умеет снимать 4K 30 кадров без кропа, учитывая то, что это уже кроп-матрица, или 4K 60 с кропом на кроп-матрице. При этом, конечно, хорошо, что с сохранением автофокуса, а не как у Canon M50, где в 4K автофокус исчезал. Ну и в Full HD Canon R10 умеет снимать 120 кадров в секунду, что, в общем-то, тоже немало, ну, как и многие другие Canon, то есть Full HD 120 на сегодняшний день это уже стандарт практически для любой камеры. И да, у обеих камер ограничение на время записи видео 2 часа, потом нужно еще раз нажимать на кнопку записи. Хочу уточнить, я, кстати, на эту тему допустил неточность в каком-то и сравнении с Canon R6 Mark II, потому что R6 Mark II там лимит 6 часов записи видео. Не 2 часа, как у более младших моделей, а целых 6 часов, что, в общем-то, уже прям очень много. Поехали дальше к отличиям между R8 и R10. У R8 есть такая фишка, как компенсация дыхания фокуса. Работает это только с некоторыми RF-объективами. Я уже говорил, что это штука специфическая. Это вот прям для киноделов таких очень увлеченных. Далее, тут пишут, что преимущество R8 в том, что там чуть больше коэффициент приближения в видоискателе, но я же говорил, что он все равно не такой, как у более старших моделей. То есть видоискатель, ну, не самый-самый. Максимальное ISO, вот эти ISO вам все равно не понадобятся. 100 тысяч, 32 тысячи. На любой камере это перебор. На сегодняшний день это один из лучших результатов. То есть даже если вы купите камеру там дороже, R6 Mark II тот же самый сенсор. Там Sony A7 IV я вам показывал. Далее. У Canon R8 больше фокусировочных точек. 1000 против 600. Это не принципиально. Про разрешение экрана говорил, про скорость съемки я говорил. Дальше. У Canon R8 есть выход на наушники. И еще у Canon R8 есть пылевлагозащита. Но про пылевлагозащиту я рассказывал. Мочить камеру не надо. Чуть-чуть, пару капелек выдержит любая камера. Но мочить, какая бы там защита была, нельзя. Далее. Здесь пишут о преимуществах R10 перед R8. Ну, у R10 есть встроенная вспышка. Да, у R8 ее нет. И потом пишут, что у R10 лучше время работы батареи, потому что 450 фоток против 290. Но там та же самая батарейка LP-E17. Что в одной камере, что в другой камере. Просто у R8 полный кадр, и там идет больше нагрузка на процессор, соответственно, она больше употребляет энергии. Я думаю, что то, о чем они пишут, примерно в полтора раза дольше работает R10 на одном заряде, чем R8. Это правда. Но, по большому счету, по батарейке, ну, объективно, и то, и то дно. То есть, там слабый аккумулятор. Но если вам нужна камера для каких-то любительских целей, для себя, не переживайте. В любом случае, на любую камеру всегда нужно иметь запасной аккумулятор. Но если так ходить, снимать чуть-чуть, то там, то сям, это не проблема. Проблема эта возникает, если вам нужно снимать свадьбы, те же самые спортивные репортажи, о чем я говорил, что для работы, ну, такая батарейка, это очень неудобно, это плохо. Есть люди, которые страдают, и на RP люди снимают все подряд, на что угодно можно снимать, что подряд. Но просто неудобно. То есть, для работы нужна большая батарейка. А для любительской камеры, в хорошем смысле этого слова, потому что я знаю, что слово любительское, люди, ну, отпугивают, они думают, что камера снимает хуже. Нет. Зато камера более компактная и маленькая. Обе эти камеры маленькие, но там и маленькие батарейки. Вот такой вот нюанс. Но разница не принципиальная. И то, и то по батарейке, честно говоря, не очень. Далее смотрим следующие параметры, что объединяет R8 и R10. И там, и там есть Wi-Fi, Bluetooth. Напомню, что у Canon это все работает очень хорошо. Далее. Поворотный экран, вход для вспышки, сенсорный экран, понятно, поддержка RAW-файлов. Ну, в общем-то, здесь у нас все совпадает. Что я хочу подчеркнуть, что есть фокус-брекетинг и фокус-стейкинг. Для тех, кто хочет снимать какие-то маленькие предметы, чтобы они были целиком в резкости. Это полезные функции, которые на Canon появились относительно недавно. То есть, допустим, на том же самом Canon R нет ни брекетинга, ни стейкинга. Здесь есть и то, и другое в обеих камерах, что хорошо. Использование смартфона для спуска, чтобы можно было нажимать на кнопку начала записи. Это тоже есть во всех камерах. Цифровая стабилизация. Пару слов по поводу стабилизации. Ни у R8, ни у Canon R10 нет матричной стабилизации. То есть, если вы будете снимать видео с обычным нестабилизированным объективом, то вы сможете в камере включить электронную стабилизацию. Я вам расскажу про ограничение электронной стабилизации. Ее достаточно, чтобы взять камеру и просто снимать. То есть, как-то двигаться можно очень осторожно, в зависимости от фокусного расстояния. И нужно камеру чувствовать. То есть, если вы будете с электронной стабилизацией слишком быстро двигать камеры, то картинка будет дергана. Если вы это будете делать очень плавно, очень осторожно, если у вас еще и широкоугольный объектив, то, в общем-то, это будет вменяемо и нормально. И, по сути, электронная стабилизация у Canon работает примерно так же, как матричная у Sony. То есть, она позволяет снимать статичные кадры с минимум движения и короткие какие-то. Но двигаться с этой камерой не вариант, если у вас только электронная стабилизация. Но, если сравнить с Canon R7 или Canon R6, то там матричная стабилизация позволяет вам ходить с камерой. И это будет... Ну, зависимость от фокусного расстояния, конечно, но это будет выглядеть приемлемо. И во многих ситуациях, не везде, но во многих ситуациях матричная стабилизация от Canon может вам заменить стадикам. У вас камера, которая без дополнительного веса, может плавно снимать видео даже в движении. Canon R8 и Canon R10 позволят вам просто взять камеру и снимать, но не двигаться. Но, если вы купите туда объектив с оптической стабилизацией и добавите еще электронную, потому что я вот так снимал на Canon R, любимый мой объектив, который я вам тоже советую для этих камер, это 35 мм f2. Ну, или на RF-банете 35, 1,8, то же самое. И там, если у вас и оптическая стабилизация, и электронная в камере, то вы можете даже делать аккуратные движения. То есть, съемка в движении уже будет вам доступна. Просто на эти камеры я очень советую выбирать оптику, у которой есть встроенная стабилизация. Объективы без стабилизации будут вас несколько ограничивать. Благо, на Canon огромный выбор оптики, можно подобрать объектив под любые задачи. Но основной, вот 35, советую. Что на R8, что на R10, будет чуть-чуть разное поле зрения, но 35, 1,8 RF, это просто вот очень классный объектив. Следующий момент. Поддержка карт памяти. И там, и там это UHS-C2. И где это важно? Если вы хотите снимать просто 4K видео, даже 4K 60, даже там Full HD 180, Full HD 120, то вам не обязательно брать UHS-C2. У меня, например, любимая карта памяти UHS-C1 U3, то есть, самые крутые UHS-C1. Стоит 3 копейки, у меня было отдельное видео на эту тему. И на них отлично можно снимать любое 4K видео. Но, где вам понадобится UHS-C2? Это если вы захотите снимать теми самыми сериями. Потому что скорость заполнения буфера при фотосъемке сериями очень зависит от возможности вашей карты памяти. Если вы планируете именно спортивные съемки, такие серийные, что опять же, с этими камерами, ну, постольку, поскольку. Для высокоскоростной фотосъемки вам понадобится действительно самая крутая, самая дорогая UHS-C2 карта. И хорошо, что у обеих камер есть поддержка такого формата, потому что у более младших камер, типа R50 или днище Canon R100, там только UHS-C1. Далее, поддержка функции Webcam есть сегодня в любых фотоаппаратах, то есть без дополнительной карты захвата, по USB можете подключить к компьютеру, и ваш фотоаппарат будет работать как веб-камера. Но для режима веб-камеры я всем очень настоятельно рекомендую пользоваться пустышкой, потому что вот эта дохлая батарейка вам не позволит долго стримить. У вас просто отключится фотоаппарат. Поэтому нужно вместо батарейки вставить так называемую пустышку, подключить камеру к сети, и у вас фотик будет работать по сути бесконечно для вашего стрима. И далее мы переходим к объективам. И как всегда в этих обзорах нам рассказывают, что там есть всего лишь 43 объектива на обе эти камеры. И это неправда, потому что, как я уже говорю, вот к этому количеству RF объективов добавьте еще 300 EF объективов, которые там отлично поддерживаются. И что касается объективов на эти камеры, опять же, у меня было видео про выбор первого объектива на полный кадр для новичков, советую посмотреть. Но, как я уже говорил, если вы планируете снимать видео с рук, то я очень рекомендую 35, которая удобная по полю зрения, которая вам снимет при любых условиях освещения, и на R8, и на R10, там светосилы предостаточно 1.8. Но какой есть нюанс по поводу объективов для кропа и для полного кадра? Что на R8, в общем-то, очень хорошо зайдет и Canon 50 1.8. Это тоже будет стандартный объектив, с которым можно снимать везде, где попало. Дело в том, что 51.8 – это объектив, который стоит очень дешево. 200 долларов за новый компактный светосильный объектив на полный кадр – это просто отлично. Но 51.8 на кроп-камере уже превращается в специализированный портретный объектив, потому что вы с ним сильно не развернетесь. 51.8 на R10 с ним будет тесно. Он именно для портретов. Кроме портретов он будет там неудобным. Для R10 хорошо брать 35.1.8. Но 35.1.8 стоит где-то 450 долларов, то есть в два раза больше, чем полтиньщик на полный кадр. И тут получается, что покупая кроп, вы больше платите за объектив на этот кроп, а покупая полный кадр, вы экономите на объективе. Потому что полтинник на полном кадре и полтинник на кропе по своей функции – это очень разные вещи. 50 мм на полном кадре – это очень удобно и очень классно. А 50 мм на кропе – это неудобно и это уже такой специализированный объектив получается. Но что касается объективов, на самом деле подобрать оптимальный объектив можно и на R8, и на R10, но желательно иметь хотя бы два объектива, чтобы вы могли закрыть все задачи и потребности. Но тут все зависит как раз от этих конкретных задач и потребностей. То, о чем я постоянно говорю. Всегда нужно ставить конкретные задачи, зачем лично вам нужна эта камера. И поэтому напомню, что у меня есть индивидуальная консультация, где я могу помочь именно вам купить под ваши потребности камеру, объектив и остальную технику. Причем, как правило, я людям помогаю на этом еще и сэкономить денег. Но что касается объективов, я могу сказать, в чем преимущество Canon R10. Туда можно приобрести очень компактный маленький 18-150 Super Zoom. Если вам нужна камера для путешествий с маленьким объективом, не только камера маленькая, но и объектив, чтобы был маленьким, то 18-150 это очень прикольный объектив для съемки при хорошем освещении. Потому что его ограничение в том, что он темный, он не светосильный, но на улице это по большому счету не играет никакой роли. Но зато он вам дает огромный диапазон фокусных расстояний. Сам объектив маленький, легкий. Потому что его эквивалент для Canon R8 это RF 24-240. Это штуковина уже большая, тяжелая и стоит дороже. И именно в связке фотик плюс объектив, если вам нужен для путешествия такой компактный фотик уже с объективом, с Super Zoom, чтобы можно было сразу и отзумить, и показать общий план, то у R10 есть преимущество, потому что там идет маленький объектив на маленькой тушке. То есть фотоаппараты по размерам одинаковые, но вот Super Zoom по габаритам сильно отличаются. И R10 в этом плане будет интереснее именно за счет объектива, за счет размеров этого объектива. Но тут опять же нужно говорить об индивидуальных задачах каждого человека. Почему я говорю о консультациях личных? Потому что нужно говорить с каждым человеком в отдельности, чтобы определиться, что именно каждого человека лучше подойдет. Потому что когда мы смотрим на разных сайтах, вот здесь, допустим, рекомендуемые объективы под эти камеры. Он показывает 100-500, он показывает 24-70. Вообще 24-70-2.8 это специализированный объектив далеко не для всех. У всех чешутся ручки его купить, но я вам говорю, это неудобная штука, нефункциональная, если вы хотите снимать там природу, путешествия, там для себя снимать. Это чистый репортажный объектив для свадеб. Вот свадьба – это его все, а не свадьба – все, надо смотреть на что-то другое. И по сути вот все, что они здесь перечислили, я бы не советовал. 51-2, 51-8 тоже хороший объектив, 15-35-2.8 – это все топовые объективы, самые дорогие. Вот как раз тут такой списочек, после которого сонебойщики рассказывают, что на Canon только дорогие объективы, только дорогие, а других там вообще нет. На Canon полно хороших объективов, просто надо ставить конкретные задачи. И вот по таким сайтам подобрать объектив нереально, потому что то, что они здесь советуют, я бы на эти камеры не покупал. Но пойдем дальше по сфере применения. Смотрите, Canon R8 или R10 для портретной фотографии. Они пишут, что R8 для портретов там на 10% лучше. И в принципе я вот с этим согласен, потому что R8, если вы снимаете при естественном освещении, если вам хочется бокашки, то лучше, потому что на R8 вы купите 85-2.0, получите прям море бокашки в компактном корпусе. На R10, чтобы было удобно работать, вы купите полтинник, который не такой удобный. Вы можете купить его 85-2.0 на R10, но снимать будет неудобно, это будет не тот эффект. С другой стороны, если вы этот портрет хотите снимать в студии с искусственным освещением, то вам не нужен вот этот бокашный объектив, вам не нужны какие-то навороты. И в студии что кроп, что полный кадр вы не отличите. У меня на эту тему, кстати, было отдельное видео, где я девочку фоткал, где я показывал, что при работе с искусственным освещением размер матрицы не так себя раскрывает. Как раз вот то, что R8 полный кадр, круче, когда вы снимаете при слабом освещении, при неконтролируемом освещении, там с какой-то светосильной оптикой, там R8 круче. И то, что они для портретов дали 10% разницы, в общем-то я с этим согласен. Что касается стрит-фотографии, здесь пишут R8 75%, R10 68%. Ну вот тут я не совсем согласен, потому что для стрит-фотографии маленький суперзум, типа 18-150, это прикольно. 24-240, вот такая вот штуковина, это совсем не так прикольно для стрит-фотографии. То есть если снимать днем, то я считаю, что R10 лучше для стрит-фотографии. Но вот если снимать ночью, то взять R8 с светосильным фиксом, типа 51,8, ну будет чуть-чуть лучше, но чуть-чуть. Может быть как раз вот на эти 7%, которые они дали. Потому что, в общем-то, и на R10 с 35-1,8 тоже можно будет снимать вечером. R8 и R10 для спорта. Они дают примерно и там, и там 70%, грубо говоря. Но я бы этим камерам дал бы меньше процентов. Потому что в этом сравнении они не учитывают размер буфера, то что и там, и там серия довольно короткая получается. И они пишут на первом месте встроенный электронный видоискатель, он там есть, спасибо, что встроили, как говорится. Но качество этого видоискателя не про спортивную фотографию. Ну можно снимать, но некомфортно. Далее, загадочная дневная фотография, повседневная. То есть, что вижу, то и снимаю. Я, правда, не знаю, чем она отличается от стрит фотографии, но они пишут, что R8 прям отлично, 82%. А R10, R63, ну типа нормально, но на четверочку. Не знаю, в чем разница. И та, и та камера компактная, маленькая. Ну, разве что вот в объективах, да. Если вы захотите прям зум-объектив, то на R10 он будет меньше, чем на R8. Но, кстати, на R8 же есть штатник 24-50 темный. На R10 это 18-45. Оба объектива компактные блинчики, маленькие. По сути, то же самое. Разница между ними возникнет, если вы захотите суперзум с большим диапазоном фокусных. А так, большинство объективов по размеру, в общем-то, не сильно отличаются. И дальше пункт, с которым я не согласен. Это пейзажная фотография. Они дают и там, и там 49-44%. Я понимаю, почему мало, потому что не такое большое разрешение. Хотя они здесь пишут Very High Resolution Sensor 24 Мп. Но для пейзажа, если вы хотите потом рассматривать эти фотографии для себя. Для печати 24 Мп вот так с головой. Но именно для себя на экране, чтобы рассматривать, то 24 это немного. Но у полного кадра есть преимущество в передаче оттенков. То есть, помимо динамического диапазона и ISO, полный кадр, в принципе, вам дает круче, интереснее цвет. Больше цветов. Когда вы снимаете пейзаж, если у вас набитый глаз, опять же, если, то полный кадр лучше. Но если это ваша первая камера, то вы можете не увидеть разницу между ними. Что это хорошо, что это хорошо. То есть, цвет хороший и там, и там. Но для фотографов, у которых есть опыт, или которые просто покупают камеру про запас, то полный кадр, конечно, лучше для пейзажей. И здесь у них есть рейтинг. Они пишут, что R8 среди всех беззеркалок на 45-м месте и 118. А R10 на 67-м и 118. Ну, честно говоря, низко. По середине рейтинга я считаю, что эти камеры должны быть выше. Особенно R8. А среди всех камер тут 62-е и 113-е место. Но это очень условно относительно. Это такое, все эти рейтинги. Что я хочу сказать в целом по этим двум камерам. Конечно же, R8 лучше. То есть, начинка от Canon R6, но в маленьком компактном корпусе с дохлой батарейкой. Но зато значительно дешевле. Canon R10 это хороший кроп на самом деле. То есть, он лучше, чем старые кропы Canon. Лучше, чем M50, R50. Если вы хотите кроп камеру, то R10 это очень хороший вариант, несмотря на отсутствие матричной стабилизации. Но выбирая между R10 и R8, все упирается в бюджет. Если вы можете относительно безболезненно купить камеру дороже, купить Canon R8, то, конечно, лучше покупать Canon R8. Но в то же время есть немало задач, немало жанров, где разница между кропом и полным кадром себя не реализует, не раскрывает. Ну вот, например, вы хотите снимать птичек на природе, то на кроп это будет лучше делать, потому что он вам дает больше коэффициент приближения. С тем же самым объективом, какой бы вы ни прицепили, вы сможете получать крупность больше. Но это специфическая задача. Если не ставить конкретных задач, то R8 лучше. Но если ставить конкретные задачи, то можно сэкономить и не покупать полный кадр. Тут уже, как я который раз говорю, все зависит от того, зачем вам нужна эта камера. Как я уже говорил, для тех, кто по-прежнему не определился, я могу помочь с выбором подробности в описании к этому видео. А на этом я буду со всеми прощаться. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok